Юрий Зимирович, Вы сказали, что планируете сформировать устойчивое большинство, а можно поконкретнее, сколько это мест в парламенте, и в списке больше 50 человек, да, у Вас, какую позицию Вы считаете проходной, а какую уже нет? Вы знаете, скажем так, предсказания на выборах штука абсолютно неблагодарная. Результат будет известен ночью с 14 на 15 сентября. Мы ставим перед собой задачу, чтобы получить большинство. Большинство может быть разным, безусловно. В действующем составе Государственного совета 4-го созыва партия «Единая Россия» имела квалифицированное большинство, что позволяло принимать взвешенные, абсолютно продуманные, абсолютно непопулистские решения, на которые позволяли двигаться республики дальше. Поэтому наша задача – получить большинство. Каким оно будет, это скажут избиратели. Любая партия, в принципе, идет на выборы для того, чтобы получить это большинство. Посмотрим, у кого как получится. А в списке, если говорить о списке, у нас 56 человек. Могу сказать только так, что в предыдущем созыве у нас было 53. Из них только 3 человека не попали в Государственное советы. Ну, с учетом ротации, безусловно, да. Потому что у нас было движение, выбывали действующие депутаты, уходили на работу, выезжали в другие регионы. Поэтому список у нас составлен, скамейка такая длинная, именно с учетом этого. А какое будет проходное, какое место будет проходное, это покажет только выборы. Насколько образ президента Рустама Мениханова, насколько активно он будет использоваться в избирательной кампании, как? И почему все-таки впервые «Единая Россия» ставят во главу списка президента? Бывали какая-то неуверенность, что без президента «Единая Россия» наберет меньше процентов, чем обычно? И сколько, на ваш взгляд, президент может добавить процентов единороссам? Спасибо. Хороший вопрос. Говорить о какой-то неуверенности, о страхе и так далее, здесь я считаю просто некорректным. Потому что «Единая Россия» она, ну скажем так, партия, которая имеет твердые позиции в республике Татарстан. То, что Рустам Норгалеевич принял предложение, которое, вы помните, прозвучало на форуме первичных отделений, в данном случае это своего рода оценка деятельности и партии как и таковой, потому что президент, возглавив список, ну, скажем так, оказывает нам доверие. И, безусловно, мы этим доверием не можем никоим образом, ну, мы не можем это доверие не оправдать. Но если говорить об использовании образа Рустам Норгалеевича, я думаю, в этом нет необходимости. Президент будет выполнять свою работу как президент. И сам факт нахождения его в тройке, я думаю, ну, многим людям, ну, скажем так, еще раз даст возможность понять, насколько важна совместная работа всех ветвей власти в республике Татарстан. И с этой точки зрения, ну, возможно, безусловно, какие-то плюсы мы дополнительные получим. Потому что Рустам Норгалеевич имеет очень высокий рейтинг как руководитель, как президент нашей республики. Ну, самому настоящему не будет? Время пока. Ну, знаете, вот мне задали вчера вопрос про глав, да? Я могу сказать только так. После выборов каждый для себя сам решит. Либо он останется на своей прежней работе, либо он пойдет в государственный совет. Пока могу ответить только так. Дело в том, что в соответствии с действующим законодательством, поскольку я занимаю государственную должность, в принципе, я мог бы в свободное от работы время это заниматься, этим заниматься. Но я полагаю так, что если вот регистрация пройдет и все будет нормально, скорее всего, я напишу заявление, выйду в административный опуск и буду заниматься чисто работой штаба. Кто возглавит фракцию «Единая Россия» в госсовете? А Гусева, насколько я знаю, нет в списках? Я думаю, это когда депутаты «Единой России», которые пройдут в государственный совет, соберутся на первое свое организационное заседание, они и решат, кто будет возглавлять фракцию. Говорят, вы? Я? Да, нет. Ну, для этого надо сначала, чтобы мы все избрались, потом надо будет еще принять решение, идти в депутаты или нет. То есть, вы знаете, я думаю, каждый кандидат от «Единой России» на сегодняшний день абсолютно готов возглавить фракцию, потому что, если вы видели наши списки, это люди абсолютно самодостаточные, это люди состоявшиеся, люди, имеющие большой опыт руководящей деятельности, организационной работы и, самое главное, умение работать с людьми. И в силу этого любой практически из наших кандидатов может возглавить фракцию, мне так кажется. Кто был среди лидеров «Праймерис», которые, ну, там, ввиду, допустим, что они в исполнительной власти, не захотели, значит, войти в окончательный список, но проявили себя наиболее активно? Хочу сказать, что в «Праймерис» у нас принимало участие 157 человек изначально. Все они приняли участие в первых встречах и в процессе предварительного внутрипартийного голосования, все-таки будем называть имена, вещи своими именами, предварительного внутрипартийного голосования. Два человека написали заявление и вышли из списка кандидатов. В итоге у нас предварительное внутрипартийное голосование на выходе имело 155 человек. Рейтинг был составлен, он, в общем-то, доступен, мы его утвердили и на оргкомитете, на заседании, естественно, сначала счетной комиссии, на оргкомитете, на полицовете. И затем он у нас долго, так скажем, находился в таком состоянии, 155 человек. Потому что, как вы все изучили, наверное, знаете, принимали участие и министры, и главы администрации. Эти должности несовместимы со статусом депутата, поэтому надо было принимать решение совершенно верно, оставаться ли на своей должности, либо затем уже принять участие в борьбе за депутатство. В итоге на полицовете, который состоялся перед конференцией по выдвижению кандидатов, были рассмотрены заявления 18 участников праймерис предварительного внутрипартийного голосования об исключении их кандидатур из итогового списка. Это министры, это главы и один депутат Государственного Совета на освобожденной основе. То есть из 155 человек 18 написали заявление. Эти оставшиеся кандидаты уже были опрошены на предмет их согласия участвовать в дальнейшей борьбе. И, конечно, мы интересовались, каким образом они будут дальше бороться. Либо это будет одномандатный округ, либо в составе списка «Единая Россия». В результате полицовет составил список, и он был представлен делегатом конференции. Хочу заявить, что ни один из кандидатов не перепрыгнул ни на одну строчку. То есть полное соответствие рейтинга по итогам предварительного голосования, списку, который был сформирован на конференции. Единственное, что добавилось в фамилию Рустам Нургалевича Маниханова, это тоже не нарушение. Уставом «Единой России» предусмотрено, что дополнительные фамилии могут в списке появиться по решению Генерального Совета партии, что и было получено перед нашей конференцией. Еще по своему первому вопросу хотел уточнить по образу президента. Я имел в виду, то есть он же будет наверняка использоваться на плакатах, на листовках. С его разрешения, безусловно, с нашей стороны было бы большой оплошностью не воспользоваться, потому что он лидер нашего списка. И законом мы имеем полное право, при его согласии, использовать его образ. То есть еще вот, правильно я понимаю, то есть традиционно была задействована все время первая тройка, то основными лицами избирательной компании станут президент, спикер и Ирина Бакова, да? Совершенно верно. Достаточно было удивительно, что этот человек вошел в тройку списка. Как вы считаете, чем она себя так хорошо проявила, по крайней мере на праймерис, потому что мы посетить их не смогли? И почему вот такой топовой позиции занимает человек, который достаточно не был известен? И вообще с какого числа, с какого года она член партии? Я вообще удивлен вашим заявлением о том, что вы не смогли присутствовать на праймерис. У нас абсолютно было свободно, у нас был месяц на аккредитацию. Мы довели это до всех. Все желающие имели доступ на выборы, на внутрипартийное голосование, на процедуру. Бакова показала себя очень успешно. Вообще праймерис, вот Лилия Николаевна может добавить, показали очень многих нам людей совершенно, вот они открылись у нас с новой стороны. Очень много идей, очень много интересных дельных предложений. Люди умеют владеть аудиторией, что немаловажно. Для депутата, наверное, это может быть ключевая позиция, да? Поскольку это представительный, законодательный и представительный орган власти. И это результат, вернее, это решение тех выборщиков, которые присутствовали на праймерис. Она заняла третье место и практически она, ну, четвертая, по-моему. Да, она, да, да. Четвертая, по-моему, потому что там у нас из первых ушел. Я могу добавить, у нас по положению оправнились. Некоторые кандидаты могли, принимали участие не более чем в двух встречах, но на других встречах они могли направлять своих представителей для присутствия и использовать наглядный материал. Вот Бакова использовала, в частности, в последние встречи, очень активно свою листовку, направляла своих людей на встречи, вот в Челнах на всех были ее листовки. И, вы знаете, вот это тоже сыграло свою роль. Эти листовки взяли за душу выборщиков, и голоса у нее повысились. Именно вот на тех встречах, где были ее листовки. Ну, я думаю, то, что система образования сегодня вызывает живой интерес у народа. Продолжение следует...